Нэрмьялумт. В поселке Харута прошел праздник оленеводов «Рассвет севера». В этом году в рамках мероприятия его участникам предстояло соревноваться в пяти дисциплинах. О том, как прошел праздник, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Прокопий в аллее уже не первый раз принимает участие в гонках на оленях упряжках. Оленеводу из ПК «Рассвет севера» почти всегда удается занять призовые места. В этот раз, чтобы вырваться в тройку лидеров, Прокопий тренировал своих оленей еще с лета. Зимние стойбища бригады находятся в ста километрах от Харуты. Бригада регулярно участвует в соревнованиях на оленях упряжках. Оленей Прокопий выбирал в упряжку разного возраста, но самых лучших. Ну, участвуем. Ну, где-то, где-то, некоторые четыре и до семи. Можно участвовать. Соревнования проходили не только на оленях упряжках, но и в тройном национальном прыжке, а также прыжке через нарты, метании топора и тензея нахарей. Название праздника «Нермьялумт» в переводе с ненецкого означает «Рассвет севера», «Сезка» оленеводческого СПК «Рассвет севера». Сегодня хозяйство крепко стоит на ногах. Праздник проводится с 2018 года. Каждый раз по окончании убойной кампании одного из самых важных периодов в оленеводческой отрасли. Он становится известным. Уже приезжают люди, наши соседи. Из Учинска есть, из Синты есть. Учинский совхоз, ну, сейчас Ижимский вот, Учинский. И из Синтинского совхоза уже есть. Это уже становится традиционным и уже межрегиональным как праздник. А кто был идеологом создания праздника? Сами, оленеводы. Праздник очень важен. Дело в том, что сейчас оленеводы ездят друг к другу в гости. Они обсуждают межхозяйственные вопросы. Вопросы личного характера. Сватаются, создают семьи. И сегодня, я думаю, что на этом празднике наши молодые люди, наши девушки покажут свою красоту, покажут свою силу, ловкость, умение. Ну, и, соответственно, кто-то кому-то приглянется. И я думаю, что на этом празднике, может быть, даже уже создаются в дальнейшем семье. А если будет семья, то будет будущее. Открыла праздник Алена Басманова, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет Севера». Уважаемые коллеги-оленеводы, чумработницы, дорогие односельчане и гости праздника, мы рады вас приветствовать на нашей Харутинской земле. С 2018 года мы проводим данный праздник. И мы рады вас всех здесь видеть. Праздник, посвященный труженикам тундры, объявляю открытым. К словам поздравлений присоединился губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником. И скажу вам еще одну вещь, очень важную. Я вот смотрю на тружеников тундры и вижу очень много молодежи, ребят, девчонок. И вижу, как у них горят глаза. И хочу сказать, оленеводство жило, живет и будет жить благодаря тому, что есть молодое поколение. Спасибо вам большое. С праздником вас. В продолжении своих слов он вручил почетные грамоты от администрации округа председателя СПК Алене Басмановой, главного бухгалтера Ульяне Кудряшовой, бригадирам Митрофану Лаптандеру, Петру Лаптандеру, Пантелею Лаптандеру, Прокопию Лаптандеру, Прокопию Валею и оленеводу Устини Лаптандер. Что касается соревновательной части праздника, то в главном мужском заезде на оленях упряжках третье место занял Митрофан Лаптандер, второе Олег Тайбарий, первое Алексей Тайбарий. В женском заезде места распределились следующим образом. Третье место у Анны Лаптандер, второе у Светланы Лаптандер, первое место заняла Ольга Тайбарий. Поздравили оленеводов и жителей Харуты с праздником артисты телевисочного ДК. Они подготовили концертную программу, в рамках которой состоялся конкурс национальных костюмов жителей Тундры. Наталья Дуркина, Людмила Сидейская, Игорь Тайсевич, поселок Харута, Нинецкий автономный округ.